В Турции прошли президентские и парламентские выборы. Их называют историческими, так как впервые за 20 лет правления действующего главы Турции Реджепа Тейпа Эрдогана у оппозиционного кандидата появился шанс на успех. Насколько он велик и будет ли второй тур выборов, Юлия Волкова расскажет. Явка турецких граждан в это воскресенье была рекордно высокой. Отдать голоса пришли больше 93% из 64 миллионов избирателей. На выборы особые надежды возлагают жители пострадавших от землетрясения городов. Люди говорят, что ждут быстрого восстановления домов и мощной поддержки. Мы приехали сюда на выборы, так как мечтаем, чтобы президент, кто бы он ни был, помог восстановить Хатай, потому что мы очень любим свой город. Эти выборы после землетрясения приобрели еще большее значение. При голосовании я учел и реакцию избирателей на наше горе и оказанную помощь. В бюллетенях четыре кандидата. Главный соперник Реджепа Эрдогана Кемаль Кылыч-Даруглу и еще двое политиков Синан Оган и Мухарем Энже. Последний 11 мая кандидатуру снял, но перепечатать бланки не успели и он набрал 43,00% голосов. У Эрдогана в итоге 49,35%, у Кылыч-Даруглу ровно 45%, за Синана Огана проголосовали 5,22%. Необходимый 50% никто не набрал. Эрдоган и Кылыч-Даруглу вышли во второй тур. Но в центре внимания будет и Синан Оган. Интрига в том, за кого он призовет голосовать своих сторонников. Сейчас мы не утверждаем, что поддержим ту или иную партию. У нас есть ряд определенных условий. Кто победит в президентской гонке, выяснится только через две недели. Второй тур пройдет 28 мая. Я надеюсь, что результат будет хорошим для наших детей, для всех нас. Мы ждем светлых дней для нашей страны. Не думаю, что какая-либо партия довольна результатами. Посмотрим, как пройдет второй тур. Людям дали время еще подумать. В парламентских выборах все конкретнее победил Альянс Эрдогана. Он набрал свыше 49% голосов. У оппозиционной коалиции Кылыч-Даруглу больше 35%. Поэтому, если оппозиция и одержит победу во втором туре, Кылыч-Даруглу будет не просто исполнить свое обещание по превращению Турции из президентской республики в парламентскую. Мы уже обогнали Кылыч-Даруглу на 2 миллиона 600 тысяч голосов. Мы не сомневаемся, что выбор народа на президентских выборах будет в пользу доверия и стабильности. Несмотря на все оскорбления и клевету в мой адрес, Эрдоган не получил ожидаемого результата. Но мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят. Турецкая экономика переживает кризис. 50% инфляция лира за 10 лет обесценилась больше, чем в 7 раз. Поэтому доверие к Эрдогану упало, несмотря на его обещания. Дадут ли ему еще один шанс или предпочтут Эрдогану нового президента? На раздумье еще 14 дней. Юлия Волкова, Иркиол Антой Болдин, Первый канал Евразия.